Всем привет! У меня сегодня будет жареная мойва. Я покатываю смесь и пирожечком жарится. Мойву я вот так вот высыпаю в кулек с мукой и завязываю и трюшу кулек. Таким образом вся мойва внутри получается и потом ее жарю. Такой вот у меня способ. Сейчас перетрушу и она будет ждать своего часа. Вот так потрусила и она встала в мукле. Синья уже чуть потеплела. Сошел снежок, который нападал. Еще прохладно, но уже не так как было эти два дня. У меня был голод ужасный. И так начинается мой влог. Всем привет! Всем хорошего настроения! Подожди, Виталий. Ёлы. Вот так сними. Мама! Что ты делаешь? Это папа или мама? Это папа или мама? Видео снимем. Видео снимем. Видео снимем. Подожди, еще раз сделай вот это ногами то что ты делала. Ёл. Вот это. Потому что я это не сфотографировала. Подожди. Все. Покажи. Так, пришла с собакой с улицы. Там она наезд очень громко. Сейчас бегу в АТБ. Мне нужно в АТБ купить доместов. Я видела там по скидке. Сегодня, наверное, сниму видео. Пустые баночки. Вот. И у меня осталась там такая баночка. Средство от плесени. Оно было конкретно вот с хлоркой. Я хочу туда разбавить доместа с водичкой. И прыскать его. Очень удобно на плитку. Я вчера мыла ванную. Вот. Очень удобно, когда в спреи, конечно. Что-то такое блестит. Так что побегу сейчас в АТБ. Гречка у меня закончилась. Хлеба надо подкупить. Короче, сейчас пойду. Вот. Может, пельмени зайду. Еще куплю, чтобы лялись в холодильнике. Вот. Короче, пошла я в АТБ. Покажу потом, что купила. Грязное зеркало у нас. Ну, вообще, зеркало классно, когда в лифте. Напишите, кстати, у кого в лифте зеркало. Нравится вам это или нет. Сюда можно посмотреть. Вот. Все. Пошла. Поехала. И пошла. Да будет свет. Так. Пошла с магазина. Пошла с магазина. Купилась в АТБ на 351 гривну 70 копеек. Сейчас расскажу вам и цены. И что купила. Покажу. Так. Зашла в Ермолина. Нет. Это не Ермолина. Блин. Как она называется? Ермолина. Да. Ермолина. Да. Купила полтора килограмма вот таких пельменей. Нет. Мне надо. От этого никуда не денешься. У нас людей много. И когда чего-то такого хочется, не знаешь чего, то все едят пельмени у нас. Пельмени. Я не помню какую сумму. Так. Показываю АТБ. Рушники купила. Они были по скидке. Нет. Ну. Короче. Как начинаешь эти полотенца брать, без них уже жизнь не представляешь. Я одну ставлю на кухне. Одну в ванной. Лицо протираем мы все. Такими рушниками. А значит так. Рушник папыровый. 13,90. Две штучки. У меня в ванной еще есть. А в кухне уже закончился. Вот такую взяла точилку для Виталинки. Точилка. Точилка два в одном. С гумкою. 14,90. Ой. Боже. Вот она напала. 14,90. Значит здесь открывается точилочка. А здесь открывается ластик. Вот. Взяла. Попробуем. Распаковывать не буду. Потому что я хочу, чтобы ребенок сам. Знаете, как приятно. Распаковывать. Это будет ей такой подарочек. Так. Взяла опять грибы. По 46,79. 558 грамм. На 26,11. Буду готовить опять рис с грибами и курицей. Очень всем понравился. Рецепт на моем канале. Люблю готовить. Очень вкусно называется канал. Значит. Кому. Ну. Я еще его не выложила. Сегодня выложу обязательно. Сейчас сниму это видео и выложу. Значит там рис, грибы, лук и курица. Ничего особенного. Но оно получается как ризотто. Вот. Буду опять готовить. Вот. Так. Дальше. Что у нас дальше. Беру чек в руки. Кулечки лишние. Сыр славяночка. Буду готовить тем. Как они называются. Налестники наготовлю. Потому что утром просто. Вот я сегодня у меня ничего не было готового утром. И когда утром ничего нет приготовленного. Это ужасно просто. Девочки. Готовьте с вечера. Или там на несколько дней готовьте завтраки. Это очень удобно. Когда вы утром вскочили. Подогрели. И все. Вот. Потому что сегодня мне пришлось варить. Ну. Мы молочное уже как-то давно не едим. Пришлось сегодня варить гречку. И с молоком делать. С сахаром. Значит. Сыр был тоже по скидке. Я вообще все сегодня брала по скидке. Так. Сыр. 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 Вот. Где он? Ну вот. Кисломолочный. Яготинский. По 18.90. На 37.82 сыра взяла. Блендомед по скидке. У меня еще есть паста. Но она уже заканчивается. Ну как заканчивается. Там где-то. Аквафреш у меня большой взяла. Потому что пока есть скидка. На. Он 19. 19.50. Еще тут плюс 25 миллилитров. Идет. Или миллиграмм. Вот. Такой. Вот. 125. Большой тук. Последнее время я беру. Блендомед неплохая паста. Кстати. Что-то я про нее как-то забыла. На. 19.50. Вот так это положу. Сейчас в запасики. Взяла свой любимый крем. Я его часто по скидке за 10 гривен беру. Но. Сегодня он стоил 12.90. У меня был в запасиках. Но. У меня дочь попросила. Я ей подарила. Такой. Ой. Как он пахнет. Все-таки я с гранатом взяла. И я им не могу пользоваться. А этот я обожаю. Просто. Ну. Попробуйте этот крем. Дуру. Прямо в магазине. Возьмите вот так капельку. И попробуйте. Вы ощутите этот запах. И мягкость рук. Обалденный. Дальше. Что у нас дальше? Апельсины взяла. Сейчас Вероничка очень кушает апельсинки. Анатолия ей будет неудобно их кушать. Поэтому я беру. Пока она ест их. Апельсины по скидке тоже. По 24.99. По 25 гривен. Так. Дальше. Взяла свой любимый Рио. У меня закончился универсальный. Он подорожал. Но он был сегодня по скидке. Мммм. Угу. Двенадцать двадцать. За пол литра. Кто не знает. Напоминаю. Это похож на Доместес. И то зачем я пошла. Я взяла Доместес по скидке большой. Доместес у нас стоил 43.90 по скидке. я буду наливать в такую пшикалку и разбрызгивать его чуть-чуть водичкой буду разбавлять так дальше, гречка гречка, насколько я помню 15 гривен да, 15-40 гречка вот, беру у меня закончилось два о боже, раздавились где еще два плавленых сырочка они были не дешево не по скидке, но я взяла потому что хочу сварить супчик с тоненькой вермишелькой с сырками и с сосиской и с курицей, ну то есть вместе я этот суп увидела на канале морская Мар вот морская Марина вот, есть такой блогер у нее есть такой суп, но она там только с сосисками готовит, я еще добавляю куриное филе вкуснее получается так, вот такой сыр взяла чтобы натирать для риса он тоже был по скидке 27,70 за 180 160 грамм так, взяла корень опять имбиря, мы съели предыдущий, я столько купила и съели, мне прям его хочется я его ем с любой едой корень имбиря у нас по 100 гривен за килограмм сейчас я посмотрю где он тут да, по 99,99 он ну по 100 гривен 158 грамм на 15,80 такие толстенькие такие толстенькие по отламу за лампу корешечки киви очень хорошие были крупные и такие мягенькие киви у нас по 37,99 684 грамма так, тяжело мне казалось, что тут килограмм на 25,99 сейчас это все в корзину буду высыпать лимончик я пью воды много с лимоном заканчивается у меня потом вот такие таблетки для бачка для унитаза они тоже были по скидке где же, где же 21,40 4 таблетки это самая дешевая цена за таблетки для бачка сейчас брошу вот, сейчас буду драить чистить у меня такое натхнение есть и 2 больших дайкона взяла слушайте, дайкон ну просто бюджетная ну и в других, вы знаете в магазинах цена не такая ну вот в АТБ просто бюджетнейший продукт для салата кто любит кто любит редиску, редьку прям бегите, берите сейчас вот такая классная крупненькая толстенькая она сочная такая вкусная вообще вот я вам скажу такое просто ну дешевле я не знаю что еще может быть редька била у меня кило 238 грамм по 11.39 за килограмм представляете вот это вот две таких редьки на 14 гривен 10 копеек вообще просто она очень вкусная я со сметаной ее ем и я прям сейчас приготовлю салат и съем себе со сметаной, солью и либо же с любым растительным постным маслом вот такие были покупки сегодня постараюсь снять видео пустые баночки хотя есть люди которые у меня на канале не любят это ну просто не смотрите я же его снимаю отдельным видео просто не надо смотреть и все если вам не интересно очень многим подписчикам моим которые меня смотрят им нравится именно эта рубрика многие меня благодарят там какие-то продукты видят для себя я кошку тут трогаю между пальчиками еще такое мама скажи мама кошка сегодня Виталину не отпускала в школу легла с ней укрылись одеялом кошка обняла Виталину иди сюда иди принцесса да ладно я за тебя не трогаю вот обняла Виталину лапой когда я ей говорю Виталина вставай в школу кошка ее лапой быстро хватает и мяукает не отпускает причем мяукает не просто обычно а так необычно мяукала она возмущалась да забрали твою да девочку скажи я с ней спать надумала под одеяльцем тепленьким да Виталинка не хотела в школу Виталина по понедельникам никогда не хочет в школу ходить ну так ну все ну что ты психуешь хвостом а такое хорошее кстати я вчера в сельпоне в нашем правда мы с мужем гуляли там зашли видела этот такую перчатку знаете сверху она тут резиновая с этой стороны ну кто смотрит сам Вэлла у него такая ну вчера по видео у него посмотрели там липучкой отличается между той что у нас продается короче сверху резиновая вернее тут снизу резиновая а сверху она тут такая прозрачная одевается перчаткой и чесать животных вот это подделка китай конечно вот в этом сельпоне 54 гривны стоит вот у кого животные расскажите у кого есть эта рукавица потому что она есть типа оригинальная там в инстаграме она раньше рекламировалась везде везде вот телемагазины по-моему вот эти а есть она вот такая подделка и вот скажите подделка она хорошая никак хорошая или нет она одинаковая или она все-таки не хочется 54 гривны выкинуть на ветер все буду сегодня наверное убирать у меня вытяжка очень грязная вот это налип жир на нее с мошками мошки у меня завелись где-то в орхидеях эти мошки поналипали у меня как на липучку на вытяжку и мне надо помыть вытяжку у меня есть специальное средство самоантижир очень классное сейчас покажу вот такое вот вот такое вот средство вот оно очень воняет и это из недостатков а еще больше меня ну как бы смущает то что надо все убрать вот тут внизу понимаете на кухне чтобы помыть вытяжку ну вот вот там вот все надо убрать потому что оно все будет течь и естественно брызгать и везде все позакрывать убирать все-все-все поверхности то есть это конкретно грандиозная уборка это надо будет вот там помыть стену вот тут помыть короче помыть всю стену помыть там короче слушайте у меня что-то блин что-то не стало там в углу а это муж мыл это локий отодвинул горшочек вот никогда ну вот сделать что-то и не поставить на место как было короче не знаю никак не могу эту вытяжку помыть потому что это надо я же говорю глобально тут кухню мыть придется все ой так пойду разложу сейчас продукты выложу наверное видео с рисом с рецептом и в предыдущем влоге я показывала рис как он выглядит вот но рецепт я на кулинарный канал сняла да кому интересно заходите смотрите если не забуду то в этом влоге ссылочку оставлю все пойду заниматься делами пока Виталинка в школе пойду постель застилю и все такое готовлю рис опять сейчас выключу вытяжку вытяжка так орет что невозможно я ненавижу вытяжку напишите как вы с вытяжками я не знаю вообще это ужас я когда много готовлю включая вытяжку это жумом можно тронуться вот такой рис я уже забросила сюда рис на моем кулинарном канале я уже выложила рецепт так я уже залила водичкой короче прожарила я шампиньоны с луком на сухой сковороде потом добавила масло а еще куриное мясо да я добавила потом высыпала сюда рис круглозерный с круглозерным лучше получается более такое вот оно как ризотто и добавила водичку и 2 столовые ложки сметаны когда вода выкипит я добавлю еще сметаны для более сливочного вкуса все сейчас я его накрою крышечкой и будет набухать рис вот набираться запахов и вкусов я уже посолила вот и будет готовиться он у меня покажу в конце как получился так перешла наконец-то с кухни в комнату это прям редкий случай когда я в комнате нахожусь и вы мне все время пишите как я все успеваю да нифига я не успеваю вот успела рис приготовить и все телефон разрядился не могу вам снять успела снять видео пустые баночки выложу сегодня наверное если не забуду смотрите малая что сделала с кофтой краска сегодня стала ей одевать в школу кофточку такой регланчик ну он такой тепленький на чесике у нас тепло в Киеве сегодня а он в краске в стирку ой документы утром давала дочке это сделать свидетельство о рождении посмотрите сколько папок документов это еще не все он раз два три четыре еще где-то там три и еще кошки с собакой даже папка есть документы не представляете вот так бардак опять после выходных невозможно просто какой-то ужас в квартире творится ой ну вчера так классно сейчас что меня не видно извините ну вчера так классно с мужем погуляли мы вчера ездили в Икею да в Киеве есть Икея ну такая знаете частного характера ребята сами с Польши везут вот я хочу успеть просто постель застелить наверное уже без 15 часа я уже ничего не успею за 15 минут опять 15 минут полежу и побегу за малой в школу значит Икея частного характера ребята везут из Польши Икею то есть это не прямой поставщик вот ну не знаю вот обещали в этом году в Киеве вроде бы откроется Икея но муж говорит ты думаешь там дешевле будет я сомневаюсь говорит все таки я не знаю вчера мы смотрели комод мне нравится ну если кто следит за Икеей серия Хемнес по моему называется если я правильно произношу то нравится мне там комод один большой у них деревянный вот конечно такое похабное исполнение муж говорит если бы у нас на работе делали так мебель вернее такое ДСП делали похабное кромку вот это и все покраску то говорит капец бы был всем но в Икеи так но за идеи ихные даже знаете пойти просто посмотреть вот идеи икеевские и воплотить их в жизнь вот в другом исполнении да это это хорошего дорогого стоит вот потому что идеи не всегда можно увидеть с головы самому вот поэтому я все таки хочу избавиться от этой мебели она меня набит вот эта вот стеночка наша Борис она конечно классная вместительная но я хочу чего-то светлого и не такого огромного ну и плюс конечно когда мы будем другую мебель ставить половина барахла уйдет куда-то ой очень хотим дачу конечно все хорошее у нас такое ничего выбрасывать не хочется но знаете на даче бы сгодилось много чего даже по посуде да некоторые вещи вот но даче не знаю когда у нас появится дача не знаю сложила постель пойду отнесу это в стирку и лягу полежу чуть-чуть посмотрю там самвела смотрю умираю видео это про картину как украли у него картину на подъезде как он там обсырал эти не деруны а чебуреки Юля с Колей готовят как он там ой ну вкусная серия такая я смотрю знаете некоторые видео как сериал сейчас буду смотреть досмотрела видео самвела как картину украли буду смотреть сейчас мамочка Лео тоже люблю этот канал мне нравится вот еще я с утра смотрела Аллу Погодаеву я смотрю вот вот это основные такие Лена я смотрю Лена влог это боже как же этот город называется из России я думаю многие знают вот так что таких блогеров я смотрю смотрите какую шкатулочку Виталиночка сделала вот такая баночка от конфеток железная она ее разукрасила акриловыми красками такая крышка прям красивый такой цветок знаете в таком старинном стиле и он полопалась эта краска прям вообще красиво она у меня вообще такая умничка Виталинка боже мой знаете я вот иногда думаю за что мне боженька дал такую девочку просто ребенок ангел ангел короче сейчас посмотрю одно видео полежу побалдею пойду выпью водички еще с лимончиком и буду смотреть видео вот и потом продолжим так решила заморозить суп харчом ну потому что дети его не едят он очень острый мы с мужем уже наелись вот поэтому я его заморожу и как я захочу бывает хочется острого супа я его скушу ну а я на ужин приготовлю сейчас сырный супчик я вот так вот притушила лук морковь сосиску и куриное филе сейчас это все залью водой добавлю два вот таких плавленых сырка когда закипит и вермишельку еще картофель и супчик будет готов такой легкий вкусный супчик вот попробуйте вам понравится когда что-то хочется необычного в конце зеленушечка и шикарный супчик все сейчас добавлю водичку с фильтра и буду ждать закипания ну что вот такой супчик у меня получился сосисочки тоненькая вермишелька там куриное филе картошечка такой желто-беленький можно замес плавленных сырков использовать сливки и еще я знаю замес воды варят такой суп на молоке вот ну вот так вот вермишелька тоненькая сейчас проварится я добавлю зеленушечку и выключаю а тут у меня тесто для блинчиков я жарю блины вот кстати девочки посоветуйте мне хорошую сковородку для блинов такие блинчики у меня получаются блинчики на воде и я их буду делать с творожком мне не очень хорошо видно но все равно включила на себя камеру появились новые подписчики новым подписчикам привет особы рада очень так посоветуйте мне хорошую сковородку но не очень дорогую ну так короче мне нужна сковородка если она будет стоить 400-500 гривен то она должна значит не вытираться то есть не вот такая тефлоновая которую я меняю очень часто а какая-то каменная которую можно использовать железные лопатки они только такие вот вот то есть прочную сковородку которую я куплю одну и менять не буду меня интересует фирма и чтобы там обязательно была модель для блинов я хочу купить для блинов сковородку обычно меня не сильно интересует сковорода так как вы видели у меня такие советские сковороды две есть но для блинов меня очень интересует сковородка я смотрела фирму биол чугунную но она очень тяжелая вот я смотрю сейчас биол каменная написана Но она тоже написана антипригарное покрытие. Вот вы мне расскажите, там где каменное написано, это покрытие антипригарное, или это вот та прочная сковородка, которую я хочу, или это обычное антипригарное покрытие. Вот расскажите мне. Потому что, может, кто-то пользуется этой сковородой Биол. Вот именно этой серией новой, которая... У них есть, я знаю, просто алюминиевая, есть чугунная, и есть вот эта каменная. Других я не видела. Вот. Посоветуйте. Может, другие какие-то фирмы, может, в Ашане что-то продается. Но я же говорю, если она дорогая такая, то она не должна меняться. То есть я ее куплю ей там на 10 лет, да, допустим, там эта сковорода будет у меня. Вот. Посоветуйте, кто знает. Нет. Именно вот меня интересует блинная, но если мне понравится очень фирма, если это будет хорошая сковорода, возможно, я возьму очень большую еще. Потому что у меня большая, то маловато. Знаете, когда картошку жарить там или питков много, ну, еще побольше хочется сковороду. Короче, жду от вас совета. Муж мой на тренировку пошел после работы. Будет поздно. Сейчас только полдевятого. Он будет где-то в девять, полдесятого. Дети пошли на футбол мои. На олимпийскую. Я не знаю, кто сегодня играет. В прошлый раз дочка ходила со своим парнем. Вот. А сегодня и сын мой пошел с ними. Еще какой-то там его знакомый со школы. Пошли на футбол. Вот. Взяли билеты по 60 гривен. Кому интересно. Прошлый раз играла Динамо и, по-моему, Бразилия. Муж-то нет. Динамо, я так понимаю, не этот основной крутой состав. А там какой-то, как мне муж объяснял, другой состав. Динамо. Так, супчик свой довариваю. Сейчас сухую зеленушечку добавлю. Вы знаете, в этот раз я вот так всегда крышку подставляю и пробую. Прям не могла его насолить. Солила, 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 солила. Прям такого не бывает. Такое оно очень редко. У меня зеленушечка такая вот в микроволновке высушенная. Очень классный способ. Так. Блинчики я стараюсь масла вообще не добавлять. Нажарю на сухой сковороде. Они сначала такие сухие. Но потом, когда они лежат, они пропариваются. От других блинчиков. Вот этот такой вот сухенький. А потом он полежит и мягенький станет. Нормальный. Я не люблю жирные блины. Я считаю, что это лишний перерасход и продуктов, и калорий. Да? Больше ты получаешь. У меня вообще блинчики очень такие постные. Скажем так. У меня совсем мало там масла подсолнечного в них. Два яйца всего лишь. У меня мама делает на 5 яиц. На литр молока, 5 яиц там. Короче, очень большой доклад. У меня идет обычная вода, два яйца. И я уже показывала, что тесто я начинаю замешивать с маленького количества жидкости. Оно было очень густое. И потом я добавляю постепенно воду. И за счет этого нету комочков. Потому что если налить конкретно литр жидкости и потом туда убухивать муку, будут комочки. Их сложно будет разбить. Ну, про сковородку я у вас спросила. Буду пробовать новый рецепт. В инстаграме нашла там сборник рецептов. Твердый сыр, свекла, сметана и чеснок. Есть такой рецепт. А есть твердый сыр, свекла, сметана и грецкие орехи. Тоже напишите, кто пробовал. И тот, и тот. Кто-то пробовал такой рецепт. Потому что со свеклой мне очень хочется салатик с бурячком. Кроме как просто ее потереть на терке, приготовить просто с майонезом или со сметаной, с чесноком. Потом с орехами, с черносливом. Я больше других рецептов не знаю. Я знаю еще, отваривают свеклу, поджаривают лук. И на сковородке притушивают свеклу с луком. Тоже говорят вкусно. Но я такое не пробовала. Короче, пишите мне все. Все, что вы знаете. Выдавайте мне все свои секреты. Я же вам выдаю свои секреты. И про сковородку очень-очень нужно. Потому что моя уже пришла в негодность. И мне надо либо опять вот такую дешевую покупать. А она стоит 200 гривен сейчас. Я смотрю, 250-230. Такая дешевая. Вот эту последнюю я брала за 125. В Ашане она никудышная. Она быстро вытирается. Во-вторых, вот тут по ободку у нее. Такой нагар образовывается. Мне не нравятся они. Конечно, она классная, тонкая. Она быстро нагревается. Но если взять хорошую толстую, она тоже один раз нагреется. И потом классно на ней жарить. Я, конечно, и на старых своих жарила сковородок на море. Алина, я разговариваю на камеру. Ничего страшного. Но на них тяжело из-за высокого бортика. Тяжело блинчик переворачивать. И небольшой блин получается за счет этого. Все. Пишите по поводу сковородки. Я выключаюсь. На этом влог заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.